Чё, хочешь Би-Кью? На, держи. Держу. Купи телевизор Би-Кью со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Друзья, на дворе четверг, 14 января 2021 года. У моей мамы сегодня день рождения. И контент сыпется в руки сам. Вот смотрите, вчера вечером я приехал в Московскую область, в город Кашира, для того, чтобы отметить её день рождения. Я, как видите, в домашнем, пожалуйста, валенки, возможно, даже женские, возможно, даже её. Но суть не в этом. За сегодняшнюю ночь очень много насыпало снега. И как вы знаете, я купил несколько лет уже назад себе BMW 5 на заднем приводе. И всё вам рассказываю о том, что вот, купил её для того, чтобы проверить, как он задний привод зимой. И у меня два года, две зимы практически подряд не было такой возможности. А вот сегодня, да, во вторую зиму, такая возможность явно есть. Пойдёмте покажу. За сегодняшнюю ночь действительно достаточно насыпало снега. Машину вчера, когда парковал, без проблем сюда можно было подъехать. Вот если бы я сейчас находился в Москве, для меня бы это было бы вообще не проблемой, потому что можно прыгнуть на общественный транспорт, я живу недалеко от метро, можно заказать такси и по городу потратить там 500-1000 рублей и доехать в пункт назначения. Но я сейчас нахожусь в стайках от Москвы, и мне в любом случае сегодня ехать как-то домой в Москву. Поэтому давайте посмотрим хотя бы на простом жизненном примере. Вот как я отсюда-то хотя бы в горочку-то выйду. Кто-то, проживая в Сибири, скажет, Дима, это смешно. Ну, у вас и машин, как правило, практически, наверное, таких нету. Все предпочитают повыше клиренс, полный привод. А у нас сегодня будет немец в российских условиях. Я прыгаю за руль, ого, 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 здесь действительно все неплохо засыпало, ты посмотри. Нормально. Я помню, когда я ее купил, я себе даже лопат тогда купил, и некоторые говорили, Диман, ну ты вообще перебарщиваешь. Ну, здесь у меня, ладно, дома здесь у меня есть лопата, тем не менее, насыпало реально неплохо. Оп-оп-оп-оп-оп, как козлик я. Ну, одна минута, и машина будет очищена. А так, конечно, честно вам скажу, вот все время, что катаюсь на заднем приводе, я про это не раз уже говорил, что никогда никакого дискомфорта я не испытывал. Первую зиму, да, там немножко было страшновато, но с непривычки, потому что за последние 10 лет, что я владею вообще автомобилями, я проехал более 500 тысяч километров. Это, согласитесь, немало. Раньше я в год-то проезжал там по 40, 45 бывало тысяч км, соответственно, опыт есть. Но на заднем приводе в первую зиму снега особо не было, поэтому какого-то там дискомфорта, ну просто-напросто физически не было возможности ощутить. А сейчас у нас будет как раз такая возможность посмотреть. Это еще хорошо, что ребята тут ездят, день-то рабочий идет, накатали маленько, поэтому мне по-хорошему сейчас в эту колею встать и спокойно отсюда пытаться выезжать. Так что на улице сейчас примерно минус 10, наверное. Ночью передают до минус 25. Так что настоящая зима пришла и в Москву, и в Московскую область. Как этот немец-то калининградский, справиться с ней, нет? Или нужно бежать к официальному представителю джип России, и говорит, ребята, не забывайте про блондина. Блондин любит ваши машины. Но на самом деле, джип когда мне давали на месяц, блин, я кайфовал всегда от него. Смотря на то, что он староват, да, так вот визуально, технически, по интерьеру, но, блин, вот в такую погоду сейчас вот тот Trailhawk с возможностью поднимать, клиренс увеличивать, там, конечно, совсем другая история. Так, ну теперь начинается самое интересное. Включаем заднюю передачу и потихонечку газку. Ага, ага, вот оно началось. Так, сейчас я вам выключу парктроники, чтобы вы с ума только не сошли. И еще раз. Вот оно начинается, да, игра. Но эта игра приятная же. Они, короче, постоянно. Пойдет, пойдет, пойдет. Давай, ласковый мой. Давай, мой ласковый белый зверь. Калининградского производства. Покажи им, покажи им мощь русскую. Ну, мы сейчас разойдемся, ребят. Это, конечно, нужно будет вот чуть-чуть потолкаться. Но я думаю, все у нас получится. Самое главное не перебарщивать. Опа-на, опачки, ты глянь. С какого раза? Ах, собака. Не поддаешься с первого раза? Ну, хорошо. Седьмое, наверное, да, сейчас? Седьмое счастливое число. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Закапывается. Так, Папкин-Ниссан бы сейчас не забить. Ага, начинаем опять закапываться. Подчеркиваю, что я не отключаю курсовую устойчивость. На самом деле, ее можно отключить, но мы до этого дойдем. Это у нас будет такой запасной вариант. Сейчас я хочу просто в стандартном режиме проехать. Опа-опа-опа-опа-опа. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Я потихонечку поддаю. Что? Не спускайся далеко. Пошел. Пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел. Давай. Давай. Еду, как говорится, вообще просто по приборам. Ничего не вижу, но еду. Так, ага. Вот, мы сейчас хорошо идем. Как вам работа оператора? Вот сейчас, короче, интересный момент стоит, потому что обычно, когда я приезжаю, я вот через вот этот вот проезд делаю. То есть, вот там небольшая горочка, заехал в эту сторону. Здесь снега больше, но в тот же момент меньше горочка. Поэтому, по идее, попроще будет идти сюда. Какой вариант выбор, попроще или посложнее, голосуйте. Ну, конечно же, вы скажете, посложнее. Поэтому нужно попробовать по стандартному проезду. Так, ну что, сейчас мы здесь развернемся. Я предупреждаю сразу, толкать не буду. Почему? Так, если, короче, батя толкать не будет, тогда что мы делаем? Мы сейчас тогда попробуем в эту сторону. Нет, да нормально он. Сейчас я его прям раз. Ага. Вот подчеркиваю, я еще поддавлю. Так, слегонцули. То есть, я прям не перебарщиваю. Сильно я не топлю, естественно. Ну и все. Пошла. Обращаю ваше внимание, никто не толкнул. Едем сами потихонечку. Давайте сейчас мы сделаем следующий момент. Широкая резина, раз. Хороший, качественный процессор, два. Резина еще хорошая, три. Я только что сказал, что про колеса. Нет, сама по себе марка. Я не просто такую выбирал. Потому что сюда бывает иногда заезжают машины. Ты снимаешь вообще или как? Или ты снимаешься? На днях нам приезжали гости. Я вообще, там лысая резина. Хоть и зимняя. И с шипами. А эта, смотри, какая. Хорошо прям берет. И главное, не нужно лишней пробуксовки. Натяг великолепный. Да, я специально не отключаю курсовую устойчивость. Потому что если отключить, то сейчас чуть сильнее газ нажмешь. Он начнет сам закапываться. А здесь он постепенно пере... Это самое главное, подчеркиваю, что когда ты едешь, вот это вот распределение электроники, работа, ты его даже не ощущаешь. Просто вот почувствовал, да, что начинаешь закапываться, машина встала. Ну, чуть вперед, чуть назад, ну, в раскачечку. И все проще. Садись, я думаю, рядом, давай доедем вместе. Потому что тут мы точно проедем. А там если где-то застрянем, тогда уже и поедешь. Конечно, если быть одному здесь сейчас, а я вот так вот и застрял, это будет геморрой. Это, естественно, нужно будет кому-то звонить. Приезжай, либо толкни, либо трактор, либо вытащи, либо какой-то джип должен подъехать, ну, чтобы тебя выдернул. Но когда ты вот потихонечку, 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 оно даже, знаешь, как-то поинтереснее душой. Потому что, опа, сейчас вперед так, сейчас мы с раскачечки возьмем. Сейчас мы вперед-назад раскатаем. То есть дискомфорта никакого нету. Ну, хотя снега насыпало, ну, я не знаю, там по камере, возможно, не передастся. Но, тем не менее, снега насыпало действительно достаточно. Здесь же мы сейчас уже, скажем, выезжаем на общую дорогу, где проходят коммунальные службы. Я так подозреваю, что здесь дороги как-никак, но подчистили. Либо же, вот, люди вот расчищают. Мы сейчас сделаем с вами кружок и заедем в сторону дома, с той стороны, откуда я обычно заезжаю. Таким образом, мы с вами затронем две дороги. Мы будем уходить сейчас налево. Дорога будет тоже идти под наклончиком. И потом будет такая резкая горочка. Вот это, кстати, едет сосед мой, Серега. У него Вольво, но она у него с передним приводом. Друзья, парктроники понимают, что, наверное, напрягают. Блин, ну, что делать? Поперли. Сейчас, раз, раз, раз. И потихонечку, потихонечку. Все, зашли. Так. Подчеркиваю, не отключая курсовую устойчивость. Едем в обычном стандартном режиме. Вот сейчас здесь начинается самое интересное. Потому что, смотрите, рыхленький снег, и мы в горочку сейчас пойдем. Оп, оп. А под снегом еще и лед. А вот это вот уже, я уверен, на 99%, что препятствие будет непреодолимое. Попробуем взять его с разгончика. Ага, с разгончика у нас уже не получится. Ага, все, мы приехали. Дело пахнет жареным. Что там у нас, кстати, происходит? Просто пробуксовывает, и все? Здесь я считаю, что допустил просто стратегическую ошибку. Когда я ехал назад, нужно было не останавливаться, нужно было чуть подальше уйти. Потому что именно здесь, на пятачке, образуется лед. И, соответственно, вот это вот, самый вот он, дискомфорт. Это как раз к слову о том, что некоторые говорят, зачем тебе шипы? Зачем тебе шипы? Зачастую, когда здесь даже просто гололед, вот в эту горку я поднимаюсь, когда нету столько снега, чувствуете, что шипы дают свою пользу. Видишь, как колесо сидит? Вижу. Оно сидит как в ямке. Да. Соответственно, есть проблема из-за того, что когда ты начинаешь там буксовать, вот даже эта маленькая ямка тебя держит как якорь. Поэтому я тебе сказал, по чуть-чуть раскатай, чтобы старт был горизонтальным. Понял? Медленно, аккуратно, как будто вот по минному полю. И чувствуешь, и смотри. Чувствуешь, не идет. Словно за, сразу аккуратненько, так же. Потому что тут яма. Стоп. Здесь нет проблем. В яму не заехали, там вправо. Пошел, пошел, пошел. Не перегибая палку, не перегибая палку, я еду без курсовой устойчивости. Я ее отключил. Вот ты моя сладкая. Моя ты девочка. Я вот тебя когда выбирал, я же знал. Я же знал то, что ты никогда не подведешь. Батя уже подумал то, что сейчас придется толкать машину. А она-то все сама. Ну все сама. Ну, бугор снежный, не бугор снежный. Вот он. Это рыхлый снег, ничего страшного нет. Если бы сейчас здесь было бы какое-то жесткое обледенение, это, конечно, было бы неприятно. Это, конечно, могло бы вызвать какие-то последствия. В данном случае я просто отключил курсовую устойчивость. Вперед-назад, вперед-назад. И самое главное, друзья, я ни разу не перегазовывал, не нажимал там педаль газа чуть сильнее. Просто вот чуть-чуть, 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 понимаешь, ты машину, ты должен с ней стать одним целым. Вот есть один палец, есть второй, бац, и ты становишься с ним одним целым. Вот примерно то же самое, я сейчас с ней воссоединился, и мы постепенно забрались. Соответственно, огромный плюс по-любому резины. Я не буду называть, что за резина, чтобы никто не сказал, что, а, вот реклама, спонсор выпуска у нас всегда есть отдельно, ссылочка в описании. А здесь все. Соответственно, сейчас уже, когда разок проехал, уже понимаешь, что тут по местности. Выехать, заехать, проблем ноль. Ну и, соответственно, все. Здесь уже ничего страшного нету. Вот такая картина. Раз. Мы прямо вот так аккуратненько запаркуемся, дальше я не поеду. О, вот так хорошо, чтобы потом я точно так же мог выехать. Друзья, мне было интересно, честно. Вот я прям сидел с самого утра сегодня и прям ждал этого момента, чтобы выйти, катануться, посмотреть, выйду, не выйду. Снега достаточно, тем не менее. Ну вот где? Где облом? Кто мне скажет? Ты намучишься, не намучишься. Самое главное, не перебарщивать. Поэтому, в любом случае, подписывайтесь на канал, потому что мы снимаем регулярно ролики про БМВ, про ее надежность. На сегодняшний день пробег около 60 тысяч км. В любом случае, ссылочка на плейлист остается в описании. Там все подробности, там вся информация. Я с вами не прощаюсь. Вот такой внезапный выпуск. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok